Робохоккей, автосептик и автоматическая кондитерская фабрика. Школьники представили свои проекты по робототехнике. В НГТУ прошел этап соревнований Hello Robot. Чем будущие инженеры удивили жюри конкурса, узнала Татьяна Кияева. Это автосептик. Его построил Женя Шепилов. Мальчик увлекается робототехникой. Люди часто забывают обрабатывать руки, и он напоминает, то есть он говорит, что сцены руки, поскольку модуль слабый, звук плохо слышен. Современные проблемы требуют современных решений. Например, этот робот на колесах должен подъезжать к людям и измерять их температуру тела. Такое изобретение может работать в торговых центрах, школах и вузах. Это умный гараж, умный дом и умная машина. Во время пикового потребления, это примерно с 6 до 9, машина подключается к гаражу и передает из себя энергию в дом. Проекты ребят затрагивают разные отрасли. Энергетику, автоматизацию, авиастроение и мехатронику. Видите, они о транспорте говорят. Они и о укладке конфет, и о помощи работникам, и уборке улиц. То есть это те проблемы, которые они видят вокруг себя. А это значит, что в будущем они сумеют применить вот свои пробы профессиональные именно в этих областях. Это же растет наша будущая смена элита инженерного технического образования. Ребята видят разные проекты и вдохновляются идеями друг друга. Такие соревнования формируют интерес у школьников к инженерной графике, математике и физике. Мы пытаемся со своей стороны подобрать абитуриентов, будущих студентов для себя. А с другой стороны, это хорошая возможность для участников не просто прийти на экскурсию, а через погружение в мероприятия, через знакомство с факультетами, с кафедрами, узнать университет и сделать более обоснованный выбор в будущем. В соревновании участвуют больше 60 ребят из Новосибирска и области, школьники младших и средних классов. Сегодня у нас проходит два направления. Одно это соревновательное, где у участников есть четкие критерии, что должен выполнить робот, за какие сроки, как среагировать. Ну вот, все прописано по пунктам. Собственно, участники будут тренироваться, у кого точнее робот сможет выполнить, у кого точнее, быстрее выполнить задание. Второе направление – творческие проекты. Их оценит специальная комиссия. Победители получат очки виртуальной реальности, дополнительную камеру на телефон и компьютерные мышки. Татьяна Кияева, Олег Кролевец, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.